Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Хкоринфиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафеме на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Так начинает эту главу апостол Павел. Ну, мы знаем с вами, что деление на главы и стихи — это довольно поздняя методика прочтения Священного Писания и разделение такой методики довольно позднее явление. Это 17 век. Ранее текст был сплошной, поэтому здесь с этих строк апостол Павел 12, 13, 14 главы начинает говорить о дарах духовных. Он так и начинает. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных» и предупреждает, что Христа возможно воспринять только в присущем ему свете, то есть в Духе Святом. Поэтому он говорит, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, то есть проклятие. Никто не может называть Иисуса как только Духом Святым. То есть Иисуса можно воспринимать, Иисуса Христа, только в Церкви, в ее предании. Предании есть Дух Святой, живущий в Церкви в День Пятидесятницы. И поэтому всякий человек, который говорит, что он христианин, но он вне Церкви, это так называемое христианство без Христа. То есть христианство только по названию или, можно сказать, таким философским языком, христианство само себя идентифицирующее. Далее апостол поднимает здесь очень важную тему, которая будет, как я уже сказал, эта тема будет на протяжении трех глав, 12, 13 и 14. Апостол говорит о дарах духовных, и сразу хочется сделать такое небольшое предисловие. Дело в том, что мы помним, что апостол Павел полтора года проповедовал в Каринфской церкви, там жил, эта община создана им. Мы также помним в самом начале, я об этом говорил, что город Каринф — это богатый город, который находится на перешейке протяженностью 6,5 километров, и между Игейским и Иоанническими морями. Город достаточно богатый, город большой миграции, и город, где большая миграция, большой поток людей, где люди плохо знают друг друга, как всегда, и город, в общем-то, и разврата. Было поклонение там и идолам, о чем апостол здесь предупреждает, христиан, уже пришедших и покаявшихся, и людей, пришедших и покаявшихся, ставшими христианами, которые стали христианами, предупреждает о том и говорит о том, что раньше вас водили к безвластным идолам, а теперь не так. И что здесь очень важно сразу заметить, что, снова повторю, 12, 13 и 14 главы, здесь апостол Павел старается очень аккуратно, так как он создал эту общину в Каринфе, что все, что мы создали или все, что нам досталось с трудом, это всегда для нас дорого, поэтому для апостола Павла эта община, она дорога, создана именно им, и он в этой общине в Каринфе произошел такой феномен, в результате чего они, каринфяне, начали ложно понимать дары Святого Духа. И, в частности, один из таких даров, как говорение на иных языках. Итак, апостол очень аккуратно исправляет эту их ошибку, которую они выдавали за дар, данный им от Духа Святаго, и, скажем так, корректирует и призывает их к покаянному состоянию. Все это произошло как результат, я уже сказал, богатый город, как результат такого пришедших уже, вроде бы, и крестившихся, но еще находившихся в некой мере в неофитском состоянии, членов христианской каринфской общины. Итак, давайте все по порядку. Апостол начинает 4 стиха, который я уже зачитал, еще раз повторю. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Это тоже очень важно понять. На пользу. Одному дальше начинают перечислять теперь дары Святого Духа. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному веры тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Хочу сразу заметить, 10 стих, апостол Павел перечисляет несколько даров Святого Духа, такие как слово мудрости, знания, вера, как дар Святого Духа, дары исцеления, чудотворения, пророчества, развлечений духов, то есть злых и добрых. И заметим, что он говорит иному разные языки, и вот это понятие, то есть иному разные языки, этот дар он ставит на последнее место. И это не случайно. И мы сейчас рассмотрим почему. Истолкование языков. Сразу еще также хочу заметить, что в Священном Писании и здесь, в данном случае, есть три понятия о языках. Иной, разный и иные, разные и новые. Это тоже очень важно, когда мы будем рассматривать 14 главу, мы увидим почему. Итак, мы видим, что апостол, перечисляя дары, ставит дары языков на, иных языков на последнее место. А что это были за языки вообще? О чем речь? О каких языках? О том даре, который, это иностранные языки, это тот дар, который апостолы получили в день Пятьдесятницы. О нем подробно описывается во второй главе Деяния апостолов. Там говорится, что, когда сделался с первого стиха, прямо можно читать, сделался внезапный шум, и все начали говорить, апостолы начали говорить на разных языках. Можно даже вернуться. Мы как-то об этом уже говорили, когда исследовали книгу Деяния апостолов. Вот, пожалуйста, вторая глава, с четвертого стиха. Исполнився святого духа и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились люди набожные, из всякого народа, под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый слышал их, апостолов, говорящих его на речи. И все изумились, удивились, говоря между собой. Сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждую собственную речь, в которой мы делились? Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадоке, Пунта, Азии, Фриги, Египта, Ливии, приезжащих к Кирине, иудеи, празелите, критяне и арвитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть мы видим, что люди другой национальности понимали, о чем говорили апостолы, им был дан от Бога дар говорения на иностранных языках. Зачем? Для того, чтобы исполнить заповедь. Какую? Которую дал Христос по своем вознесении. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Эту же заповедь он дал своим ученикам и говорил, здесь же в первой главе Деяния апостолов в 8 стихе, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до края земли. Вот этот дар, дар иностранных языков. Но Коринфская церковь, подобно сегодня современным неопятьдесятникам и харизматам, стали искажать это понимание. Сегодняшние современные последователи харизматических различных пятидесятнических и неопятьдесятнических движений, они говорят о том, что эти языки были тогда не иностранные, а что это были языки якобы какие-то особенные, и которые никто никогда не знал. И для того, чтобы быть крещенным Святым Духом, необходимо говорить, если кто-то видел эти сюжеты, какими языками они там говорят, то есть падают на пол, бьются в конвульсиях, и из них изрыгают такие нечленораздельные звуки. И этим самым как бы харизматами неопятьдесятники говорят о том, что вот они якобы получили какой-то особый дар говорения тайными языками, которые никто, другие не знают, но есть у них там и истолкователи. Но главная доктрина всех этих харизматических движений, что надо именно впасть вот в такое вот состояние транса, то есть биться в каких конвульсиях, изрыгать из себя нечленораздельные звуки, и тогда будет считаться, что человек крещен Духом Святым. Поэтому иногда, подходя к нашим православным крещеным христианам, они задают такой вопрос, а вы крещены Святым Духом или нет? Некоторые наши невоцерковленные люди теряются и говорят, мы не знаем, но надо сказать, что все мы с вами крещены Духом Святым при миропомазании. Поэтому все мы с вами одним миром мазаны, при миропомазании, при крещении человека, через миропомазанный подается печать дара Духа Святого. В Каринской церкви была такая же проблема, но она немножко отличалась от той, которая сегодня есть у харизматов и их заблуждений, но тем не менее смысл ее был один и тот же. Какой? Гордость и тщеславие. Все по порядку, и мы до этого дойдем, и это будет рассказано, и все будет выяснено. И далее апостол призывает и говорит, что Дух разделяет каждому особо, как ему угодно, ибо как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. То есть здесь апостол Павел этими словами хочет сказать, чтобы какой дар бы Святого Духа мы не получили, он дается нам на пользу для назидания себя и других, но не просто для получения какого-то эффекта, такого эмоционального, о котором говорят современные харизматы, и что нечто подобное было и в Коринфской Церкви. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, еленые, рабы и свободные, и все наполнены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. То есть тело — это не один дар, который надо возвышать, как возвышали в Коринфской Церкви говорение на иностранных языках, и как возвышают сегодня харизматы говорения вообще на каких-то непонятных совершенно языках. Кстати, подобные языки, подобные нечленораздельные взлуки также вырываются и у шаманов. Когда они начинают свое камлание, то они тоже начинают что-то произносить, реветь, там несколько какие-то речитативы, трясти головой. Вот если сравнить две картинки, посмотреть, как шаман ведет себя при камлане, и харизматы, которые получают якобы дарствого духа, сравнить их поведение, то очень много схожести. И далее апостол продолжает, он их просто старается убедить, он говорит, если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, неужели оно потому и не принадлежит к телу? То есть он приводит такие примеры, показывая, что это абсурдно, возвышать какой-то один дар, которым человек обладает, а другие дары уничижать. То есть, как бы говорит, что все очень важно в церкви, и дар веры, и дар мудрости, и дар рассудительности, и дар говорения на иностранных языках, он тоже важен, если он используется для главной цели совершения заповеди. Спасите, идите, научите все народы. Но Бог расположил члены каждой в своем составе, как ему было угодно, а если бы были все один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые вам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши, более благовидно покрываются, и благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив менее совершенно, больше по печенью, дабы не было разделений в теле. То есть он здесь проводит человеческую физиологию с телом Христовым, и в принципе, для того, чтобы вразумить коринфян, не возвышать какие-то дары, тем более ложные, и выдавая их за дары Святого Духа. «Дабы не было разделения, пишет апостол в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один, страдает с ним и все, славится ли один, с ним радуются все, и вы тело Христово, опор из члены». И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, испоможения, управления, разные языки. Заметьте, я вам сказал, что в Священном Писании есть, мы уже встретились с вами, иные языки, теперь встретились разные языки. Еще увидим в Евангелии от Марка, в 16 главе есть такое понятие, как новые языки. И далее апостол спрашивает, 29, 30, 31 стих, «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли столкователи? Ревнуйте о дарах Божьих, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Заметим, что опять апостол Павел здесь перечисляет дары и говорит, все ли люди одинаковые, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, и заметьте, все ли говорят языками, опять дар языков иностранных он ставит на последнее место. Он как бы хочет сказать, что сам по себе дар иностранных языков, то есть говорение на языках иностранных, он как способ, всего лишь как способ передачи главной вести о кресте умершем, воскресшем. только лишь как способ, но не как самоцель. А у апостола в корейской церкви произошел такой перекос, и они посчитали, что владеть иностранными языками, как они слышали, которые дары были даны апостолам в день Пятидесятницы, что владеть иностранными языками, это уже само по себе, как они считали, является нечто таким, что их выделяет в особую такую возвышенную над всеми другими некую группу людей. Кто получил дар, значит, это самое-самое важное, что ты уже имеешь этот дар говорения на языках, значит, это самое главное. И поэтому апостол мы видим, как аккуратно, начиная с 12 главы, главы их поправляют в этом, ставят дар иностранных языках, как в первом случае, начиная говорить о дарах, на последнее место, перечисляя дары Святого Духа, так и в последнем. Как будут дальше развиваться события наставления апостола Павла в той ошибке и в том искушении, в которое впала Каримская община, мы с вами рассмотрим в 13 и 14 главах.